Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами Серенкевич Александр, и мы продолжаем изучение информатики в школе, 9 класс. Сегодня на очереди параграф 27, моделирование в задачах проектирования строений. Создание объемных 3D-моделей, строящихся и проектируемых строений, сооружений, одно из основных предназначений, изучаемых нами 3D-редактора Google SketchUp. Его возможности позволяют создавать модели очень сложных строений и сооружений. Вот пример карандашного эскиза, выполненного художником-дизайнером. Мы будем строить домик на участке размером в 20 на 20 метров. Итак, построение модели. Этап 1. Постановка задач. Задача для представления заказчику проекта дачного домика требуется создать компьютерный объемный макет будущего строения. Строение имеет внешние размеры 6 на 6 метров. Высота стен 3 метра. Вокруг строения находится обмостка шириной в 1 метр, толщиной в 10 сантиметров. Двухскатная крыша имеет высоту конька 5,7 метра от земли. Свес кровли 0,5 метра. Подшивка свеса крыши имеет толщины 0,1 метра. Особенности устройства крыльца, окон, входной двери и материалы будут подобраны в процессе создания модели. Выбор плана создания модели. Для создания компьютерного объемного макета будущего строения будем использовать 3D редактор Google SketchUp. План создания модели включает только этап 3. Создание компьютерной модели с помощью 3D редактора. Запускаем 3D редактор Google SketchUp и изобразим сначала земельный участок в форме квадрата 20 на 20 метров. Вот пример то, что мы должны с вами сделать. Строим основание дома 6 на 6 метров и отмостку шириной 1 метр одновременно. Следовательно, по такой же схеме выводим примерно в середину этапа. Еще один квадрат 8 на 8 метров. Вот он 8 на 8 метров. Основание строения поднимаем на толщину отмостки 0,1 метра. Для этого выбираем инструмент тяни толкай, щелкаем по квадрату основания и перемещаем указатель вверх. Затем вводим с клавиатуры толщину отмостки 0,1. Нажимаем клавишу Enter. И начнем наше моделирование. Шаг номер один. Становимся в начало координат. Нажимаем инструмент прямоугольник. И с помощью этого инструмента создаем квадрат размером 20 на 20. Берем, тянем, не отпуская. Пишу 20, М английская, точка с запятой, 20, М английская. Нажимаю Enter. Вот появился квадрат, на котором мы будем строить наш дом. Строим основание дома вместе со смосткой. Для этого становимся примерно в середину участка и создаем квадрат размером 8 на 8 метров. Похожая работа. Вот мы делаем квадрат. Дальше вводим размеры. 8, М английская, точка с запятой. 8, М английская. Нажимаем клавишу Enter. Вот появилось основание нашего дома вместе с отмосткой. Далее с помощью инструмента тяни толкай, щелкаем по квадрату, перемещаем указатель вверх на 0,1. Берем тяни толкай. Вот этот наш инструмент. Щелкаем и вводим значение 0,1 метра. Нажимаем Enter. Еще раз. Сначала надо потянуть, а потом ввести 0,1. Нажимаем Enter. Вот теперь подобрался тот размер, который требовал. Далее мы поднимаем стены. Для этого щелкаем по квадрату основания, нажимаем клавишу Ctrl клавиатуры, чтобы отделить слой от мостки. Около указателя мыши появляется знак плюс режима наращивания. Перемещаем указатель вверх, затем вводим высоту с клавиатуры 3 и нажимаем Enter. Опять нажимаем клавишу Ctrl, чтобы выключить режим наращивания. Пример 27.4. Сейчас сами попробуем. Пробуем. Берем выделение. Выделяем нашу грань. Дальше берем инструмент тяни толкай. С помощью клавиши Ctrl, видите появился плюсик, мы тянем вверх и ставим значение троечку. Нажимаем Enter. В данном случае даже можно не писать м метров. Оно само автоматически выберет 3 метра. Обратите внимание, рядом с тяни толкай есть плюсик. Я нажимаю еще раз Ctrl, плюсик пропадает. Сдвинем стены внутрь дома на 1 метр и таким способом отделяем отмостку от стен. Для этого щелкнуем по одной стене и сдвигаем указатель мыши внутрь дома. Затем вводим с клавиатуры ширину единичку и нажимаем Enter. Последовательно сдвигаем внутрь дома все стены. Выбираем инструмент тяни толкай. Становимся на стену и сдвигаем ее внутрь дома. После сдвижения ставим единичку и нажимаем Enter. Последовательно делаем для каждой стены. Берем эту стену, сдвигаем внутрь, ставим единичку, нажимаем Enter. Как же сдвинуть те стены, которых мы не видим? Для этого нужно повернуть нашу модель. Беру инструмент орбита и поворачиваю нашу модель. Далее беру тяни толкай. Выключаю орбита. Инструмент тяни толкай. И задвигаю внутрь. Ставлю единичку, нажимаю Enter. Далее с помощью орбиты поворачиваю так, чтобы была видна последняя часть нашей модели. Беру инструмент, выделяю грань. Дальше тяни толкай. Задвигаю внутрь, ставлю единичку, нажимаю Enter. Вот что у меня получилось. Давайте с помощью орбиты повернем нашу модель так, как было в начале нашего проектирования. Далее надстраиваем на доме технологический слой подшивки свеса крыши толщиной 0,1 метра. Для этого устанавливаем указатель мыши в верхний квадрат дома, щелкаем мышью и удерживаем клавишу Ctrl, чтобы включить режим наращивания и перемещаем указатель вверх. Затем вводим 0,1. Нажимаем Enter. Опять нажимаем клавишу Ctrl клавиатуры для выключения режима наращивания. Уже известным приемом выдвигаем слой подшивки по горизонтали наружу на полметра, поочередно во все стороны. Давайте это попробуем. Выделяю грань. Дальше с помощью тяни толкай вытягиваю ее вверх, обязательно включив клавишу Ctrl. Потянул вверх. При этом поставил 0,1. 0,1 метра. Вот у меня получилось. Дальше нарастим во все стороны по 0,5 метра, поочередно во все стороны. Так, пробуем. Приблизим масштаб. Выделим нужную грань. С помощью инструмента тяни толкай. Потянем. Вот мы потянули и грань изменили на 0,5 метра. Пишем 0,5. Выделили грань. Дальше инструмент тяни толкай. Тянем толкаем. Ставим значение 0,5. Вот я повернул, немножко отдалил. Вот такая получилась у меня сейчас модель. Далее строим крышу. Для этого выбираем инструмент трехнаправленная стрелка, линия и проводим линию посередине верхнего квадрата, параллельно красной оси. Выбираем инструмент переместить и перемещаем. Устанавливаем его на новую линию. Перемещаем указатель вверх. Затем вводим 2,5 метра. Нажимаем клавишу Enter. Поворачиваю удобно модель. Беру инструмент линия. Становлюсь и провожу линию ровненько в середине. Она даже подсказывает. Вот это точка середины. Щелкаю на нее. Дальше здесь ищу тоже точку середины. Щелкаю. После этого беру инструмент четырехнаправленная стрелка и за эту часть тяну вверх. Немного повернем, чтобы хорошо рассмотреть, что мы тут наделали. Ну вот, достаточно симпатичная, красивая модель дома. Идем дальше. На передней стене, у левого угла, создадим крыльцо. Основание на 1 на 3 метра. Высотой 0,5. Для этого от угла здания выкладываем на отмостку прямоугольник 1 на 3 метра. Вытягиваем вверх на полметра. Инструментом линия на поверхностной грани отделяем две ступени, которые потом аккуратно вдавливаем вниз. Давайте пробовать. Инструментом прямоугольник от края дома рисуем 3 на 1 метр. Так. 2,48. Примерно что-то у меня получается. Ставлю. О, 3 на 1 метр. Все хорошо получилось. Далее на полметра вверх. Берем инструмент, тебя не толкай. Щелкаем. Ставим. И пишем. 0,5. Вот получилось основание. Далее выделяем две ступени. С помощью инструмента линия рисуем две ступени. Первая и вторая ступень. Далее начинаем вдавливать. С помощью инструмента тени, толкай. Аккуратно вдавливаем эти наши ступени. Вот у нас одна ступенечка. Вот вторая. Ну, возможно, есть какие-то у нас в первой нашей модели какие-то у нас мелкие недочеты. Может быть, немножечко кривовато пошла линия. Но это лишь показывает, что мы все делаем сами. И как начинающие архитекторы делаем небольшие ошибочки. Прямоугольниками отмечаем на передней стене дверь и дверь на крыльце. И правее два окна по своему вкусу. Прямоугольники, дверь и окон вдавливаем на 0,15 метра. В остальных стенах устанавливаем окна по своему вкусу. С помощью заливки придаем всем граням вид материалов. Не забывайте про светонепроницаемые материалы для окошек. Вот я нарисовал прямоугольнички. Вдавил дверь. Сейчас попробуем вдавить наши окна. Выделяем окно. Говорим внутрь на 0,15. Создаем еще два окна на второй грани. Таким вот образом. Я выбрал размер окон одинаковых 1,5 на 1 метр. Дальше беру инструмент «Тя не толкай». И оба эти окна тоже вдавливаю внутрь аккуратно. Ставлю значение 0,15. Второе окошко внутрь 0,15. Построение модели закончено. Давайте полюбуемся нашим домиком. Вот. Прекрасно. Осталось наложить материалы. Я уже тут раскрасил кровлю. Сделал двери. Ну и тут вот различные варианты заполнения. Вы можете сделать вот здесь. Кирпич и облицовка. Вот пример. Если вы хотите, чтобы весь домик у нас был из кирпича. Берем кирпич и щелкаем на соответствующие грани. Ну вот. В принципе и все. Вот здесь можно выбрать еще такие материалы, как дерево. Такие, как вот древесина. Вот я возьму, например, древесная плита. И вот этот край. Хочу сделать конек из дерева. Ну вот в принципе и все. Модель готова. Итак. Адекватные этапы 4 и 5. Адекватность модели проектируемого строения определяется соблюдением размеров и применяемых материалов. Решением задачи является демонстрация модели заказчику. Вот наш модель, которую мы сделали. И можем показать ее заказчику в 3D. Повернуть сюда, туда и рассказать, как красиво будет выглядеть его дом. Спасибо вам за внимание.